Традиция колокольного звона Традиция колокольного звона сегодня В Симбирской епархии вот уже третий год Проходит межрегиональный фестиваль колокольного искусства Имени святого благоверного великого князя Александра Невского В этом году фестиваль прошел в день 375-летия Симбирско-Ульяновска Приветственное слово митрополита Симбирского инвоспасского Лонгина Озвучил ключарь кафедрального спаса Вознесенского собора Иеромонах Иларион Хроль Все участники фестиваля получили благодарственные письма митрополита Лонгина В этом году искусство колокольного звона показали мастера из Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы Впервые в фестивале принял участие звонарь Сретенского монастыря города Москвы И преподаватель колоколоведения Сретенской духовной семинарии Николай Завьялов Такой необычно сильный, акустически такой агрессивный на колоколье звук И для того, чтобы его укротить, заставить слушаться, для того, чтобы сочетать колокола Требуется много умения, требуется много терпения, требуется осваивать колокольню не один год Именно для этого я и приехал, чтобы не просто позвонить, поучаствовать А чтобы обратиться к начинающим звонарям с просьбой о том, чтобы они внимательно относились к постановке, к школе К тем элементам, которые составляют основу творческой работы Многие участники фестиваля приезжают не в первый раз В этом году звонарей больше Приехали ребята не только поучиться, но приехали уже звонари достаточно грамотные И которые уже подолгу занимаются колокольным звоном Для того, чтобы рассказать то, что они показать, то, что они умеют Рассказать свои какие-то наработки юным звонарям Нужно пожелать, чтобы этот фестиваль продолжал оставаться ежегодным Приглашать звонарей, может быть, сделать какую-то конференцию Во время фестиваля прозвучали патриарший встречный звон, праздничный волжский звон, симбирский праздничный звон, тихоновский трезвон и многие другие Звоны звучали как на передвижных колокольнях, так и оглашали округу с колокольня Кафедрального собора О том, почему важно проводить такие фестивали, рассказал один из организаторов Звонарь Кафедрального спаса Вознесенского собора Глеб Кудасов Мне кажется, главная задача фестиваля на дна ИС – это развитие колокольного творчества, обмен опытом И на втором месте, конечно, это популяризация колокольного звона, потому что сегодня много народу собравилось По нашим молитвам сегодня Господь промыслительно сделал погоду, хотя вчера был дождь И я считаю, что люди, которые сегодня пришли, они, наверное, с удивлением многие заметили, что колокольный звон – это не просто некий шум, который привлекает народ к службе, а это настоящее искусство творчества Для всех желающих был организован мастер-класс на колокольне Спаса Вознесенского собора Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия Новенький санитарный автомобиль УАЗ не случайно стоит у Кафедрального спаса Вознесенского собора Поскольку эта машина будет освещена и передана Симбирской епархией бойцам именного батальона «Ульяновск» в зону проведения специальной военной операции Вместе с машиной были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, средства для перемещения раненых и травмированных пациентов, а также необходимые наборы для оказания первой медицинской помощи нашим бойцам В первую очередь данный автомобиль предназначен, конечно, для оказания первой медицинской помощи раненым ребятам во время боевых действий И автомобиль именно санитарный, то есть он полностью оборудован для того, чтобы в сложных полевых условиях оказать квалифицированную медицинскую помощь Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил чиноосвещение санитарного автомобиля Во время совершения чиноосвещения присутствовали начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации губернатора Ульяновской области Александр Мурашов Министр Ульяновской области Геннадий Нерабеев и военный комиссар Ульяновской области Андрей Пожарский Для нас сегодня это знаковое мероприятие и низкий поклон владыке Лонгину за вручение войсковые подразделения в зону СВО данного автомобиля Это автомобиль непростой, это автомобиль медицинского назначения, которым будут управлять и будут управлять врачи, находящиеся в зоне СВО Дабы оказывать медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь бойцам, кто несет службу по защите нашей Родины Хочется верить, что новый санитарный автомобиль и закупленное медицинское оборудование помогут сохранить как можно больше жизней наших воинов Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия К нам пришел следующий вопрос Зачем звонят в колокола? Откуда пошла эта традиция? И надо ли креститься, услышав колокольный звон? Вообще традиция колокольного звона, она, скажем так, снисходит в Ветхий Завет Только тогда на богослужения вместо колоколов созывали звуками труб Потом уже, ближе к новозаветному времени, стали бить в специальные билы и клепалы Скажем так, такие деревянные или медные полоски или трубы, которые издавали громкий звук И всем в окрестности было ясно, что настало время идти на богослужения в храм И вот уже с V века по преданию святителю Павлину, епископу Во сне явился ангел Божий, показал на цветы колокольчики И сказал, что можно в виде этих колокольчиков вылить определенные колокола из металла И созывать с помощью их И так стали действовать сначала в Западной Церкви Мы знаем, что до XI века церковь была едина А потом в греческой, тоже восточной церкви начали более и более приживаться колокола Но самое большое распространение колокола, конечно, вошли именно на Руси На Святой Руси, где колокола именно полюбили Очень полюбили И они вошли в устав, в типикон Колокольные звоны вошли в устав Это теперь неотъемлемая часть богослужения Разные звоны, там, благорест, который собирает на службу Перезвон, перебор, который сопровождает, допустим, какие-то трагические моменты человеческой жизни Это похороны, отпевания Или там вынос креста, допустим, на службе То есть такие печальные моменты Или трезвон, радостные моменты На Пасху, на Рождество, на службу архиерейские На службы великих праздников Тоже три звона, это радостный звон То есть он несет колокольный звон В первую очередь, скажем так, утилитарную функцию созыва на богослужение Или рассказы для тех, кто молится дома, в окружающих домах, скажем так, в деревнях А раньше большинство населения жило в деревнях Или храмы были в каждом, скажем так, районе города И колокольный звон услышан был в каждом доме города Напоминание о том, что вот сейчас начинается служение А сейчас идет определенный момент службы То есть все люди знали это То есть могли тоже даже дома уже вспомнить Хотя стоя даже у плиты готовить, да, помолиться в этот момент И этот колокольный звон всегда напоминал, естественно, человеку о Боге Естественно, когда мы слышим колокольный звон Как напоминание о высшей цели нашей жизни Мы всегда соединяемся крестным знаменем Как бы то сотворяя эту краткую молитву К нам поступил следующий вопрос Если Бог милостив, то почему в мире так много несправедливости? И если Бог нас любит, то почему допускает страдания? Этот вопрос, конечно, очень многогранен Потому что вопрос о страданиях, о зле в мире Один из самых сложнейших вопросов богословия И сложнейших вопросов вообще для человека Особенно для новоначального человека в церкви Наверное, для любого человека Почему, если Бог есть любовь, есть зло в мире? Об этом написаны большие труды Об этом ведутся споры уже почти тысяч лет Но если кратко отвечать с точки зрения православия на этот вопрос Можно сказать так Что Бог не создавал зла в мире Бог создал только добро Но Он также создал человека со свободой воли И вот в самой свободой воли человека уже заложено то, что человек может выбирать Творить ему зло или творить ему добро И вот человек, реализуя эту свободу воли, в какой-то момент стал творить зло То есть Бог не создавал никакого зла в этом мире Человек создал это зло в мире То есть Бог этого зла не создавал И Бог просто попускает этого зло Потому что если Он не будет попускать это зло в человеке Он отнимает, в конце концов, отнимет свободу воли у человека А человек без свободы воли, по сути дела, это животное То есть уже нельзя называть человека человеком без свободы воли Это определяющее качество человека как человека Поэтому если у человека есть свобода воли Он свободен выбирать и творить или добро, или зло И, к сожалению, многие из нас, каждый из нас, наверное, в этом мире Иногда выбирает зло Поэтому и зло в мире существует И если посмотреть, опять же, как раз на вторую часть вопроса Бог как раз попускает и терпит это зло по своему милосердию Потому что мы все Его дети Мы все Его возлюбленные дети И Он для всех из нас желает добра То есть желает воссоединиться с собой Поэтому Он иногда долго терпит это зло Он надеется, что человек вернется к Богу Вернется к добрым делам Вернет свое сердце к заповедям Божьим И перестанет творить это зло в мире Потому что, опять же, мы очень часто говорим про справедливость Но справедливость мы почему-то подразумеваем по отношению к кому-то другому Почему так случается, что Бог не наказывает этого человека Когда он творит какое-то зло Но если мы подумаем про себя или про своих детей Или своих близких, родителей Мы уже забываем про справедливость Мы как раз хотим милосердия от Бога к нам Мы стараемся, мы и говорим в молитвах Я вот не помню, наверное, ни одной молитвы Где мы бы говорили Господи, будь ко мне справедлив И множество-множество молитв Где мы просим милости к себе от Бога Поэтому здесь тоже иногда получается двойной стандарт Когда мы говорим про справедливость Справедливость мы предполагаем, что надо Богу применять к кому-то другому А вот милосердие мы хотим применять к самому себе И при этом забывая, что для Бога мы все равны Для Бога мы все его дети И поэтому он ко всем из нас милостив Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok